С 1 октября 2008 года стартовала государственная программа софинансирования накопительной части трудовой пенсии. С этой даты вступил в силу 56-й федеральный закон о дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии. Другими словами, у каждого гражданина нашей страны появилась возможность самому участвовать в формировании своей пенсии. А государство при этом добровольные пенсионные накопления будет удваивать. Любой гражданин, независимо от возраста, имеет право написать заявление в плане дополнительного уплата страховых взносов на накопительную часть своей будущей пенсии. Причем эти средства гражданин уже платит сам за себя. Он может платить как через Сбербанк, так же может платить и через предприятие, обратившись в бухгалтерию предприятия, перечислять эти средства. Для участия в программе необходимо до 1 октября 2013 года подать заявление в пенсионный фонд по месту жительства или через своего работодателя. Чем раньше будут сделаны добровольные отчисления, тем больше денежных средств будет у человека на счете к моменту выхода на пенсию. Кроме того, любой гражданин вправе самоопределять сумму, которую он будет платить. Единственное, там два ограничения. Первое, гражданин должен в течение года заплатить или перечислить за себя на накопительную часть не менее двух тысяч. И в том случае государство ему софинансирует. Если он заплатит тысяч рублей, государство ему ничего не добавит. То есть вот этот вот один момент, что не менее двух тысяч гражданин должен заплатить за себя. И второе, гражданин может заплатить за себя сколько угодно. 20, 30, 40, 50 тысяч. Вот цифра не ограничена. Все эти деньги будут его. Но государство гарантирует, что оно в плане софинансирования ему перечислит не более 12 тысяч в год. 12 заплатил, государство 12 заплатило ему. Заплатил 15, государство говорит, вот эти деньги все твои, но мы тебе только вот 12. Больше, так сказать, закона сегодня не предусматриваем. Перечисляем на твой лицевой счет. И так в течение 10 лет с момента, когда гражданин начал платить. Вот здесь очень важные моменты какие. То есть сегодня гражданин написал заявление, но это не говорит, что завтра он должен начинать за себя платить. Он может платить и не завтра, и не послезавтра. Он может через год, через два, через три принять решение. А вот теперь я, значит, хочу в плане дополнительных, так сказать, страховых взносов за себя начать платить. И вот с того момента, когда он начинает платить с этого года, соответственно, 10 лет государство ему гарантируется финансировать в суммах, которые он заплатит за себя каждый год. То есть доход в размере 100% годовых. Кроме того, на эти средства будет начислен соответствующий инвестиционный доход. Уплачивая дополнительные страховые взносы, гражданин имеет льготы по уплате налога на доходы физических лиц. В этой части, значит, те средства, которые гражданин сам за себя перечисляет, они, естественно, на его лицевом счете. Они никуда, так сказать, не уйдут. Причем пенсионный фонд ими не может воспользоваться. Вот накопительная часть, она на сегодняшний день пенсионным фондом не может расходоваться. Вот если деньги, которые работодатель перечисляет за своих работников на страховую часть, на страховую, пенсионный фонд получает и сразу направляет на выплату пенсии сегодняшним пенсионерам. Так вот, накопительную часть оттуда пенсионный фонд ничего не может взять. Это деньги персонифицированы. Они Иванова, Петрова, Сидорова. Это его личные, так сказать, как бы сбережения, которые учтены на его лицевом счету. И пенсионный фонд может их расходовать только на выплату конкретному человеку, в зависимости от того, сколько у него на накопительной части учтено этих средств. Здесь момент такой еще. Все эти средства обладают свойством наследования. То есть, если так, ну, не дай бог, случилось, не дожил он до установленного закона пенсионного возраста, и накопительная часть ему назначена не была. Соответственно, все эти средства выплачиваются наследникам. Многие как-то скептически относятся к этому закону, считают, что да я там не доживу, да вот, значит, сколько это будет, да государство обманет. Ну, хочется сказать, вот не правы. Во-первых, что касается государства обманет. Оно не может никак обмануть, потому что эти средства государство не может никак изъять. Вот они сегодня в пенсионный фонд поступают, и пенсионный фонд их передает в государственную управляющую компанию, которая является внешнеэкономом банка. И государство вообще никак не может эти деньги взять, кроме как взять, будем говорить, их взаймы, как в банке. По ценной бумаге государство. Эти средства, учтенные на накопительных счетах граждан, они и прирастают за счет инвестирования. То есть, вот сегодня появилась проблема, скажем, в государстве. Государство эти средства берет и, соответственно, возвращает, опять же, в тот же внешнеэкономбанк с процентами. То есть, так же, как взаим в банке. И за счет этих процентов, соответственно, эти средства постоянно прирастают. А с учетом того, что, я так понимаю, что потребность у государства все-таки в ближайшие годы будет большая, для того, чтобы как-то затыкать дыры, которые будут появляться в бюджете, эти средства очень будут востребованы, и, соответственно, доходность по ним, я считаю, будет достаточно большой. Вот так, чисто практически посмотреть на это дело. Ну, я плачу по тысяче рублей в месяц, значит, себе на накопительную часть. За пять лет я перечислил, получается, 60 тысяч своих денег. 60 тысяч государства в плане, так сказать, софинансирования добавил. За эти пять лет при доходности 20 процентов еще 100 процентов. То есть, в итоге я приобретаю, значит, в два раза больше, чем сам заплатил. Вот на сегодняшнем этапе, вот я лично считаю, что вот те граждане, особенно которым осталось 5, 7, 10 лет, да, вот до этого возраста, вот крайне выгодно вступить в этот закон. Как-то на эту тему многие не задумываются, а вообще-то говоря, уже пора. Таким образом, новая программа дает возможность получить внушительную прибавку к пенсии всем гражданам. А также программа софинансирования – это старт такому хорошему начинанию, как забота о своих пенсионных накоплениях с молоду. По всем возникающим вопросам можно обратиться по телефону горячей линии отделения Пенсионного фонда России, код Ярославля 4852, телефон 405667 или по адресу город Углич, улица Первомайская, 19. Продолжение следует...